Моя ответственность, уважаемый нарцисс, я буду по поводу вас, людей из моих знакомых, которым вы подкатываете, начинаете их выедать, я буду предупреждать. И пусть меня вычеркнут из всех всемирных психологических ассоциаций, что я как бы нарушаю границы. Я буду честно диагностировать по качеству укуса от вас людей, которые будут приходить ко мне на консультацию. Вот, я не хочу лично с вами воевать. Я, ну как хороший инфекционист, объявил и объявляю войну этому страшному психическому расстройству, которое деструктивно влияет на личности, психики и здоровье людей, потому что его сложнее распознать. Его не распознаешь через анализ крови, через кардиограмму и через вот это зондирование ЖКТ, его не распознаешь. Оно распознается только по качеству укуса. Раз. И по сахарной вате, которую вы запускаете в начале, имитируя те слова, которые каждый человек хочет услышать от своего папы, от своей мамы, от своего любимого человека. От друга. От друга. От своего, например, научного руководителя. Вы безошибочно считываете, какие слова надо сказать, как себя при этом представить, чтобы присосаться к глубинам внутреннего содержания человека. Я не против вас, я не имею ничего против ни по отношению к любому представителю населения земного шара. Но моя ответственность, моя миссия, мое служение максимально обезопасить людей от того, что делаете вы, сами того до конца, возможно, не осознавая. Это ваш стиль жизни. Я предполагаю, просто ну как хищники. Я не в претензии. Моя задача защитить людей. И защитить их сердца. И защитить веру в любовь. И в то, что честное отношение возможно. Потому что иногда после вашего укуса очень трудно решиться кому-то поверить еще. Я знаю тебя как такого устойчивого, сильного, знающего себя человека. И тут я вдруг увидел, насколько просто тебе переломали хребет в нескольких местах. И самое интересное, что с этим состоянием очень трудно поделиться с кем-то, потому что... Давай. Вот это вот, да, очень стыдная тема. Поделиться не только своей уязвимостью, а с тем, что произошло со мной. И объяснить никак, что произошло со мной. Это объяснить тяжело, что произошло со мной. Понимаешь? Понятно, там если есть абьюз, морду дали или там оскорбили, этим легче делиться, потому что это понятный абьюз. Ну да, когда это словесное или физическое объяснение. Да, это понятно. Или деньги украл. Деньги украли вообще, блин. Все четко, понятно, и были деньги, и их нет. Здесь как это? Вот этим абьюзом, которого как будто бы и не было, которого говорят люди... Мне начали говорить, ну слушай, ты просто свои чувства переживаешь. Вот, ну, я понимаю, возможно, это так. Но, блин, ребят, поймите, что произошло нечто другое. Произошло нечто такое, что у меня украли как будто бы душу, оболочка осталась моя. Они говорят, ну ты, как бы с тобой все нормально. Я говорю, ребят, вот эти слова вообще сейчас не нужны, когда я это переживаю. Они вообще не нужны. С тобой там все нормально. То есть, эти слова... Это тебя так поддерживали, утешали, не понимая, в чем дело. Да, но вот эти слова ценны от тех, кто это пережил. То есть, которые, эти люди, которые понимают, что ничего не осталось внутри, но я с тобой. То есть, ты остался у себя. И очень классно слышать поддержку в это время от тех, кто уже пережил вот такое же. Вот, мне кажется, это очень важно. Нарциссическое обесценивание и утилизация. Поэтому я очень желаю, чтобы люди, кто это перенес, делился, ну, знал, что они не одни, во-первых, кто это пережил. Вот. И что есть люди, которые тоже это пережили и которые знают, что это такое. И это не глюки, это не иллюзии. С вами все нормально. Просто это нарциссическая утилизация и обесценивание. Ну, и смотри, тогда логически вытекает вот какой вопрос. Я предполагаю, что к этому вопросу, может быть, ты и не готовился. Но давай вживую вместе порассуждаем. А ты пережил это, ты вакцинирован был уже от. И это я хочу сказать, ну, неплохо пережил, в принципе, смотри, сколько прошло дней 10. И ты уже нормальненько двигаешься на ногах. Ну, я как бы для наших зрителей скажу, что вообще я не против развития самого разного плана любовных сюжетов. Но если я замечаю, что девушку, женщину, мужчину пингует нарц, то есть пытается там ухаживать, сидеть рядышком, заглядывать в глаза, и я знаю, что это НРЛщик, я отвожу эту девушку в сторону. Или этого мужчину. И скажу, и рассказываю, потому что моя ответственность предупредить. Это если бы человек был, ну, болен, скажем, ВИЧом, или сифилисом, или каким-то заболеванием серьезным. Ну, я знаю, что он о себе не скажет. Я подхожу, моя ответственность как доктора подойти и сказать. Этот человек ведет безответственную сексуальную жизнь. И это ваше личное дело. Но он не скажет тебе, что он ВИЧ-инфицирован. И я тебе скажу, пожалуйста, не входи с ним в это, потому что штуку эту потом и из организма, и из крови очень трудно будет выгнать. Точно так и в одном, и в другом случае, когда я видел, что разные люди с НРЛ, которые оказывались здесь, и потом, ну, подходили, я девушек предупреждал. Я говорю, пожалуйста, с кем угодно. На здоровье. Только не с этим. Песни прекрасные, но последствия ужасные. Нарцы умеют так вам пропеть, так отразить вас, что вам кажется, что вас в жизни папа и мама родные так не понимали. Что все ваши мужья, жены, любовники были так себе говно. Вот, потому что вот он, наконец-то, человек. Но их интенсивности любовной хватает только на то время, когда он завоевывает ваше доверие. Потом начинается выедание. И потом, вот понимаешь, ты сейчас очень смелую штуку сказал, как будто душу выели, как будто достали душу. Я помню, я в том состоянии, я прям, ну, просто я говорю, понимаешь, я не знаю, как тебе влить в свои души, но я буду рядом. Потому что я увидел, как это не просто переживается. И самое главное послание подчеркну, возможно, в третий раз. Мы привыкли к тому, что нарцы – это или токсичные мамы, или токсичные дети, или всякого рода МЖ, вот эти штуки. Оказывается, скрытые нарциссы могут делать своим ресурсом даже коллег и друзей. Но когда они отпускают то, что загрузили, другому человеку нужна помощь. Но если человек с проблематикой НРЛ не знаком, он даже понять себя в этом состоянии не может. Чего это я? Ну, на что ты? И ум начинает объяснять. Ну, встретился с девушкой, нашел. Чего это я ревную? Что это за такое собственническое чувство? Ты начинаешь себя как бы угнетать, а дело не в том, что тебя поменяли на кого-то, а дело в том, что тебя как-то, как бы это сказать, хотя все это только слова, экзистенциально предали. Да, как будто меня и не было в его жизни. Вот. Как будто у меня и в его жизни, как будто и не было. А я же был, понимаешь? Я же был полтора, ну сколько, два месяца? Вот, да? Месяц, наверное, да? Больше два месяца. То есть это два месяца вашей дружбы, вашего такого сотрудничества. И через два месяца он успел за два месяца туда проникнуть, зацепить, откачать. И после этого ты, ну, вот столько переживаний. Поэтому давай вопрос, который я вот почти что проанонсировал, но еще не озвучил. Людям, которые впервые слышат об этом явлении, встречаются с этим. Какие для тебя теперь маркеры и прививки, то есть маркеры или опознавательные знаки в том, что человек, который приближается к содержанию твоей души, втирается или входит в доверие, располагает к себе тем, что якобы видит тебя. Вот эти все аватаровские штуки, я вижу тебя и так далее. Восхищается, да. Где это нормальное человеческое здоровое восхищение, признание заслуг, достижений, а где это нарц, человек с расстройством личности при сохранном интеллекте? Критерий. На что надо обратить внимание? Во-первых, на свой образ жизни, то есть как он меняется, я бы смотрю, наверное, на первую очередь. То есть на состояние. На состояние и на то, что, даже состояние может обманывать, на то, что происходит у меня в жизни. То есть насколько отношения с другими людьми, на какой они стадии, то есть они отдаляются, другие люди, от меня? Или же они остаются теми, что есть, вот это, мне кажется, на первое, на то, что как меняются мои отношения с близкими. То есть правильно ли я понимаю, что находясь здесь и в течение этих двух месяцев, ты как будто включился в одного человека и отдалился от других? Да. И ты как бы сознательно не выбирал так? То есть оно как бы потекло так? Сознательно не выбирал, так потекло. Вот этот критерий, возможно, он поможет. Потому что все, что я ощущал в отношениях с нарцем, это было как будто по правде, то есть я доверял себе. Но в этом случае, если я уже в отношениях с нарцем, мне даже себе доверять сложно, я бы лучше по другим критериям начал это обозначать. Окей, ну критерия, например, почему это бесполезно? То есть я вижу, что бесполезно, я вижу бессилие перед тем, что у человека в жизни меняется или не меняется. То есть я смотрю, что у него в жизни не меняется ничего и его внутреннее состояние остается тем же самым у нарциссов. То есть оно, по сути, изменений в жизни не происходит по каким-то решениям, по какому-то, знаешь, вспышке радости. Их нет, их вообще нет. Это всегда, это постоянное одинаковое состояние внутреннее. Оно как депрессивное или что-то еще? Вот это хороший вопрос, потому что я туда как бы залез, да, и это интересно было изнутри наблюдать, да, как в этом, как в зоопарке каком-то. Как в этом, знаешь, где рептилии, как называется? Серпентарии. Серпентарии, вот, вот, вот это вот, мне кажется, это классное. То есть, что человек не оттаивает. Вот, знаешь, вот момент такой, что у него взгляд не оттаивает, он не расслабляется. Он никаким образом не расслабляется, этот человек. Всегда есть некое напряжение рядом с этим человеком, есть некая настороженность. У меня это, как тело, сигнализирует, как страх. Мое тело, оно сигнализирует, как некое чувство страха. Моя рептилия внутри говорит, здесь опасно. Я закрывал на это глаза. Рептилии, ты имеешь в виду рептилийный мозг? Рептилийный мой, мой рептилийный мозг, он тоже рептилия вообще-то. И ты игнорировал эти сигналы тела в пользу того, что человек-то хороший, добрый. Да, то есть я начинаю себе не верить, этому страху, я думаю, что это со мной что-то не так, я должен работать над своим страхом, я должен работать с собой. И я это делал, но я жил в одно помещение с этим человеком. Но потом уже произошло, что он уже перестал ночевать прямо-то рядом со мной, ну то есть в этой комнате. И он почему-то последнюю неделю он ночевал в разных местах, представляешь? То есть он не ночевал рядом со мной, потому что я там ставил мантры, начал уже потихонечку как-то вот как-то всеми способами себя приводить в порядке. Потому что я думаю, что со мной что-то, у меня безопасность сейчас пропадает. Правильно я понял, что как-будто пошло уже избегание где-то в последней неделе? Какой-то момент, мне последнюю недельку уже пошло, потому что я начал, то есть я пытался работать с ним, свое состояние усиливать, усиливать себя. И я вижу, что он, видя это, ему это не надо, то есть ему невыгодно, чтобы я усиливался. Ему невыгодно, чтобы я общался с тобой. Я всегда был с тобой на контакте в это время. Хоть я не знал, что со мной происходит, но я был с тобой в контакте. Возможно, эти были другие симптомы, во мне появлялись какие-то перепады настроения. Ты говоришь, что все нормально будет там, ну, может, это и это. Понимаешь, ты был в это время в контакте со мной. И хотя не понимаешь, что со мной происходит, и я тоже не понимал, что со мной происходит. Вот что интересное. Только после сброса утилизации, даже на этапе обесценивания, еще трудно понять и поверить. Только после того, как тебя уже у мусорный мешок и на помойку, только тогда начинается вот эта вот ломка и ощущение, что твою душу съели. Понимаете, мы рассказываем это все, ребята, представьте себе, это звучит как мистика какая-то, как будто это какие-то мистические зомби или колдуны, или какой-то сценарий мистического триллера. Пожалуйста, если Кирилл Сребренников или там кто-то там, Кристиан Нолан захочет снять, или Дэвид Линч. Это будет хорошее кино, на самом деле. Это будет хорошее кино, но когда это кино проживаешь изнутри, причем в главной роли, это охренеть, как трудно и больно, мне есть чем понять тебя. И видишь, очень важно, что мы эту тему освещаем еще признаки. Еще. Видишь, это уже признаки в процессе взаимодействия. Какие нужны будут сейчас? А на входе, на входе? На входе. Смотри, на входе признак был признак неадекватности. Я буду в Таиланде, получаю сообщение, можно к тебе приеду, ты меня научи своему делу. Я понимаю, что в этом малоадекватности, в этом нет никакой реальности, чтобы приехать в какую-то другую страну зачем-то ко мне, чтобы я научил. Я говорю, я сказал, что чувак, ты глючишь, здесь это нереально. Ну, думаю, он понял. Но я понимаю, что он здесь в отчим доме. Я думаю, так, мне как раз сейчас я в Россию ехать, думаю, да, я приеду, научу его. Вот, как это получается, что я увидел этот запрос от человека научиться, я на него клюнул, то есть мне же радостно поделиться своим умением, чем-то, да, своим опытом. Он небольшой, но он есть. Вот это, наверное, первый пинг, что я ему начал давать это мастерство, говорю, ну ты будешь обучаться-то? Он говорит, ну я не знаю, я говорю, может тебе тело, может тебе банщиком быть, то есть с телами работать, с телами, ну я не знаю. То есть этот момент, как будто он не берет, знаешь, момент, когда такой, что этот человек, он как будто бы не берет, то есть зачем я приехал, то, что ему как будто бы сначала было интересно, он говорит, что мне это интересно, а потом говорит, да нет, мне это вроде неинтересно. И как будто бы, смотри, помнишь, в некоторых видосиках я говорил, что как будто центра управления решениями там нет. С одной стороны, импульс, из России лететь-то и ламп, учи меня, а потом уже рядом находится, и время-то вроде можно найти. Что-то мне неинтересно, то есть никого договороспособного, и здесь, там нет. Там просто человек, который летает в космосе, в кавычках, в внутреннем космосе, который отсоединен от МКС. Он уже отсоединен, как в Интерстелларе, он раз улетал, и все, получается, центр управления полетами остался на МКС, а этот человек уже улетел в этот открытый космос. Прикинь, надо, получается, самому тоже нырять в этот космос открытый. Как-то его там находить в этом бесконечности, в этой звездке. Рискуя самому оторваться от МКС. Рискуя самому оторваться от МКС. Что с эмпатией? Поскольку два признака, которые я выделяю, это договороспособность, и сейчас мне интересно наблюдение из твоих глаз, из твоего чувства. Говорят, у нардцев там полное отсутствие эмпатии. Как ты это переживал? Ну, мне очень важно здесь то, что так говорят, ты уже знаешь. Ну, как ты переживал сейчас? Из опыта опиши. У меня до сих пор, на самом деле, сейчас сомнения, я еще переживаю это обесценивание, и я виню себя в том, что я не смог пробудить в нем эмпатию. То есть, у меня до сих пор такое ощущение, что во мне нет эмпатии. То есть, тебе еще нарциссический яд бродит. Да. В тебе есть эмпатия. Есть? Да. Ну, вот в отношении с ним, как будто бы ее нету, понимаешь? Как будто бы я в взаимодействии с ним, я поверил в то, что я бесчувственный. Послушай, если, например, взять магнит и взять железо, между ними будет эмпатия. Но если взять магнит и взять деревяшку, между ними нет эмпатии. И магнит начинает сомневаться в том, что в нем есть магнит. Окей, рассказывай, да. Это, знаешь, это то же самое, что эмпатировать ягуару. Вот, представляешь, вот если я такое чувствую, тепло только ягуару, а он хочет сожрать. То есть, это вот так вот. Я понимаю, что вся цель взаимодействия этого человека, все взаимодействия нарцисса, его цель просто поесть. И все человеческое, что есть, это просто окрас у этого ягуара. Окрас некий, ну, вот чтобы его не видно было в джунглях, чтобы он скрывался между листьями. Это вот, если вся эта этика, вся эта эмпатия, это просто хамелеоновское меняние цвета, знаешь, они как раз цвет меняют. То есть, эмпатические, как сказать, роль такая, как бы подстройка под людей. Это только подстройка, это очень такая хорошая выстроенная подстройка, но цели абсолютно понятные, понимаешь, они настолько примитивные. Я сейчас понимаю, что ты говоришь, это примитивность этого нарцисса, она настолько примитивная, это вот, это прям даже неинтересно об этом говорить, потому что с людьми намного интереснее, там разные проявления, там разные проявления, там ревность, там предательство, знаешь, там какая-то зависть. Признак, вот как ты, Тагир, сейчас говоришь, что с людьми интересно, там разные проявления, у скрытого нарцисса однотональность, и он выучил только что через добро, через приветливость такую, через посылание вот этого, какого-то такой мягкости, такой внимательности. Как будто на всем фортепиано, одна туканута. Ну это да, одна туканута и все. И она работает, понимаешь, она работает для нарцисса, он её нажимает, и тем самым он как бы видит, о, пришёл зверёчек тёпленький, кровь тёпленькая, кролик вкусный, можно сажать, всё, дальше, вот это как рептилий, раз, фокус на другого человека, знаешь, это абсолютно рептильная штука, там фокус именно на живое, тёплое существо, вот что интересно. Для того, чтобы обес крови сделать существо это холодным. Понимаете, внимание, эмпатии, вот этой кровушки не жаль, но оно же отсасывает, тебе впрыскивает яд, и потом сблёвывает это всё. И ты видишь, как то, что ты давал с добротой, с любовью, оно как бы вообще оказывается, там никого не было, чтобы услышать. И вот эта фраза, там никого нет, ведь смотри, это же, ну, ты говоришь, что там как будто бы никого и не было, и это очень сложная задача для мозга, раскусить, что там никого нет, при том, что это человек в теле, этот человек может поддерживать беседу, это не психбольной. Вот, этот человек может изображать какие-то эмоции, но результат это разрушение и плачевность. Я так благодарен тебе, что мы смогли это записать, потому что об этом офигенски трудно говорить. Понимаешь, даже если это, если это МЖ-отношения, ну, здесь как-то можно, что, ну, мужики такие, ну, женщины такие. И всё мы сводим в конечном итоге к МЖ-отношению и к возбуждённому либиду, остывшему либиду, ну, какие-то мальчики. Ближе-дальше, ближе-дальше, да, а здесь как-то очень странно и очень удивительно. Понимаешь, что нормальные люди думают, что они замодействуют с человеком. И вот тем, кто это не переживил, наверное, им трудно, возможно, понять, что, о чём мы говорим. То есть они думают, что общаются с человеком. Ну, выходит, это не люди какие-то. Выходит, что, ну, что понятно будет, если только они станут этим ресурсом, а потом переживут это объяснение. Не дай бог, конечно, я никому это не желаю. Вот представь себе, когда выйдет это видео, вдруг этот человек, а это очень конкретный человек, и так, в принципе, посмотрит, позвонит тебе и скажет, «Тагир, это ты обо мне рассказывал, хватит ли у тебя смелости сказать, да, это тебе». Конечно, конечно, конечно. Понимаешь, я просто не вижу смысла даже разговаривать с этим человеком, потому что, понимаешь, я же с ним и строго разговаривал, и так. А там же нет этого вещества, которое понимает, которое отвечает за понимание информации. То есть там же мозг-то различает смысл слов? Он различает смысл слов, но он заточен только на поедание. То есть то, что я ему говорю, это мой мотив направлен на то, чтобы он развивался, понимаешь, чтобы он что-то понял, то есть я им скажу, это вот, я, ну, то есть это про тебя. Я скажу, да, это про тебя. И это, на самом деле, мой добрый посыл, то есть мое внимание к нему, я опять направляю к нему внимание, зачем мне это делать сейчас. Я точно знаю, что его природа другая. Потому что если он в живом, при живом взаимодействии ничего не поменялось с него, то при телефонном, тем более, не поменяется. Потому что когда он, наверное, остается один, это как некий, знаешь, скрытый, интересный, как мне такой образ скрытый, это как такие побитые шакалы, понимаешь? Это вот... Мы их уже и змеями, и шакалами. Ну, просто они такие, знаешь, вот я вижу шакал, они такие жалкие, скулящие, понимаешь? И это вот про это. Ладно, там другие какие-нибудь нарциссы, они такие более этот, ну, как любые. Но при этом ты говоришь, что там очень много подавленного гнева. Это гнев, когда вот человека загнали в угол. Это как мышь, которая, да, вот волка загнает в угол, и он готов на все, чтобы выжить. А что значит загнали в угол? Как его здесь загнали-то в угол, что ты увидел, что там целый ад гнева? Понимаешь, здесь у нас что интересно. Здесь у нас, в центре отче-дома, у нас мало очень ролевых отношений. У нас много открытого общения о том, как оно есть. И это... В этом... В этом очень сложно находиться нарциссу, потому что он привык быть в среде, где все друг друга обманывают, и он в ней самый лучший. Он в ней царь. Там, где все друг друга обманывают, он в ней чувствует себя комфортно. Да, потому что там одна личность снаружи, другая внутри. И это нарциссическое расщепление как свойство современного мира. Да, да. Это как свойство, потому что люди себя обманывают. В нормальном обществе люди немножко себя обманывают там. И это на руку нарциссу. А ему не на руку, когда люди начинают говорить о себе. Потому что здесь он не может обмануть... Ему сложно обмануть людей. Ему сложно быть открытым, потому что он расщеплен. Да. Ему как будто бы приходит... Как будто бы, знаешь, условие пребывания здесь, это открытость. Это как бы не так, чтобы условие входное, но как бы это естественная среда. Естественная среда. И это как будто бы жизнь на горячей плите. То есть это всегда, знаешь, на раскрасочной сковороде. Для любой нечестности. Да, да, да. Ну так, а для тех людей, которые хотят пожить честно, открыто, это наоборот питательность. Конечно, это наоборот питательность для людей, это питательность среда. Да, это цветение, здесь происходит цветение людей, но не цветение нарциссов. Потому что, видишь, когда речь идет о реальной близости в личных отношениях, смотри, у них есть заготовки для того, чтобы имитировать близость. Но реально допустить до того, кто ты внутри, они просто не могут, потому что это их стыд и позор. И это и есть их исцеление, когда хотя бы одного ты допустишь. Но вопрос физиологически, психически способны они до реального себя, не выставляя этих вещей. Я помню своего такого близкого нарца одного, который, когда речь шла уже о более глубоком контакте, взаимодействии, честности, он вдруг это испугнулся настолько, что ходил и повторял мне почти, что каждый день у меня такое возможно только с женщинами. Я говорю, пойми, у нас тут естественная среда обитания. Нет, ты претендуешь на то, что у меня это возможно только с женщиной. Ты понимаешь, я вот именно ориентирован на то, чтобы с женщиной. Я говорю, ты что, ты вообще нормальный? Я говорю о естественной человеческой проявленности, а не о сексуальных практиках каких-то странных. Вот, поэтому реальный страх близости, потому что если с кем-то там и сближаться, то нарцисс сам стыдится своей ничтожности. Нарцисс создает образ себя хорошего, благостного. Нарцисс может заработать тебе дивиденды даже на том, что он при всех сможет называть себя нарциссом. Если это даст аплодисментов, почтения и такого как бы воздыхания, таким образом нарцисс в группе, признающий себя нарциссом, как у нас здесь однажды было, но с другим персонажем, собирает на себя ресурс со стороны других людей. Типа, как же он так? Надо же, как он смог. Да-да-да, это очень такой способ обратить на себя внимание. У скрытых немножко по-другому как будто бы, это некое... Это у скрытых так. У скрытых так. Да-да-да. Понимаешь, потом я уже говорю ему, хватит собирать внимание и восхищение на том, что ты хвастаешься своей этой штукой. Живи как нормальный человек, а тогда и хвастаться-то нечем. Ну что, только наработанными имиджами, которые... Понимаешь, если есть творческое ядро в человеке, то каждый раз может происходить что-то интересное разное. Если творческого ядра внутри нету, то есть какие-то наработки. То ли песенку спел, то ли танец танцевал. Но это каждый раз одна и та же песенка. Один раз нравится, второй раз нравится. То ли какую-то философию продвинут, то ли какой-то адвайтой там замутил. Но каждый раз это одно и то же. Там нет ничего творческого. И при долгосрочном рассмотрении оно уже не вызывает восхищения. А генерить это нечем. И поэтому мы, видишь, говорим, что иногда случается так, что в личном контакте нарциссологи говорят, нарцисс похищает личность человека. Что это значит похитить личность? Что это значит? Это означает... У меня был один такой нарциссик, ученик, годик-полтора назад. Когда человек нахватывается фраз, идей, жестов, шуток в стиле мышления. И после этого, взяв этот ресурс, он где-то транслирует это, выдавая это за свое. Но мои знакомые, хорошие, в виде того, кто так поступал, говорят, да он же вообще твой стиль. Он подражает тебе. Он... Жадно, да. И выражает это, как будто это его. Вот что страшно. И вот что как-то жутко. Но каждый раз, когда я вляпывался в большей и меньшей степени в такие состояния, я понимал, что как будто действительно ощущение, что у тебя что-то украли. У меня здесь нагенерится. Понимаешь, у меня... У тебя ощущалось, как будто это украли, да? Да. Самая сложная ситуация, когда один из знакомых нарциков, моих учеников, написал статью под названием «Усталость от ученичества» и опубликовал ее где-то. Мне прислали. Я читаю эту статью про лжи учителей, про людей, которые подвергают своих влияниям, про людей, которые, не имея ни профессионализма, ни психологического образования, сочиняют якобы какую-то психологию. Я читаю и думаю, да, про людей, которые имитируют душевность. Я читаю без упоминания моего имени. Я читаю, я офигеваю, знаешь, от чего? А то уже меня это офигенски цепляет, я не могу понять, что. Я не могу понять, что меня в этом цепляет. Ну, человек очаровался, разочаровался, написал статью, имя не упомянул. Но прозрачное намекание достаточно ясное. И вдруг я понимаю, это же, блин, мой стиль. Твои слова, да, как будто… Мои слова, из моих слов, из моего стиля мышления, из моего соотношения сердечности, психологии, написано, скомканно какой-то текст, какой-то пасквиль, который этим стилем мышления меня разблачает без упоминания имени, но делает это таким образом, что как будто бы это я обесцениваю и препарирую себя. И тут я понял, ах, блин, вот это да. Вот это скажи, это же для мозга здорового, это болезнь, как будто немножко такое помешательство, что ли. И вот у меня такое было чувство, что у меня, как сказать, это вот, как будто я нездоров психически. Когда я, вот это вот происходит, украдение личности, именно с головы, да, вот это вот мысли, стиль мышления. Да, 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 как будто бы после того, как оно перекочевало в кого-то, ты как будто доступа к этому не имеешь. И я тебе хочу сказать, недавно мне пришлось разговаривать, это реальная история, это невыдуманная, с одним психологом, у которого был ученик, который уже в течение какого-то времени не работал как ученик, но имел доступ к базе данных, ко всему. Ну, уже у этого учителя было очень хорошее отношение с этим учеником. И это правда не я, это правда невыдуманный сторителлинг. Я отчасти об этом вам рассказывал, но я сейчас максимально так заметаю следы. И этот человек, будучи уволенным из организации, говорит своему учителю, за счет которого поднялся и стал популярным, говорит, а ты не против, что такой-то тренинг я буду вести? И этот учитель говорит, нет, я против. Все, что ты будешь делать, ты будешь делать сам. Я против, чтобы ты что-то вел с тем названием и лейблом, который был у моего тренинга и внутри которого ты был соведущим. Обесценив меня, уйдя из моей структуры, организации, не очень конструктивно, но достаточно разрушительно, я на тебя рассчитываю, ты не можешь вести мои программы. Конечно, мир копирайтинга устроен так, что стоит темы поменять местами, добавить парочку своих и назвать это другим названием. И вот, пожалуйста, вот пример украденной личности. Так вот, я с этим учителем разговаривал, я говорю, ты знаешь, мне есть чем понять тебя. И мы живем в таком мире, где люди так поступают, но если что, я рядом. Я понимаю, насколько тяжело. И этот учитель говорит мне, я говорю, поэтому собирался к тебе приехать и не приехал, потому что я очень тяжело это переживал. Мне надо было ехать за границу на два месяца и отключиться от всего. Я не мог творчески включиться ни во что, потому что ближайший человек, которому я передал и знания, и опыт, и всюду представил, поступает со мной обесценивающим образом и говорит, ну полбеды, ну устали, разошлись, как развод. Ну вот это, а можно, я хотя бы спросил. И этот, как бы, возможно, стыд об этом говорить, понимаешь? Я к тому, что об этом сложно сказать. А чего? Что произошло. То есть, ладно развод, ладно расход, но то чувство, которое осталось, и тот осадочек, тот глубинный осадочек, очень глубинный осадочек. Вот о нем сложно, вот это вот момент говорить. Я понимаю, о чем ты рассказал. Вы поняли, наверное, о ком я рассказал, только не называйте имя. Да, да, да. Да, это я вам эту историю рассказывал, делился. Ну это, это такое вот, как хищники среди нас. Поэтому моя, моя ответственность, уважаемые нарцы, которые еще досмотрели это видео до этого момента, я честно хочу сказать, я буду по поводу вас, людей из моих знакомых, которым вы подкатываете, начинаете их выедать, я буду предупреждать. И пусть меня вычеркнут из всех всемирных психологических ассоциаций, что я как бы нарушаю границы. Я буду честно диагностировать по качеству укуса от вас людей, которые будут приходить ко мне на консультацию. Вот, я не хочу лично с вами воевать. Я, ну как хороший инфекционист, объявил и объявляю войну этому страшному психическому расстройству, которое деструктивно влияет на личности, психики и здоровье людей. Потому что его сложнее распознать. Его не распознаешь через анализ крови, через кардиограмму и через вот это зондирование ЖКТ, его не распознаешь. Оно распознается только по качеству укуса. Раз. И по сахарной вате, которую вы запускаете вначале, имитируя те слова, которые каждый человек хочет услышать от своего папы, от своей мамы, от своего любимого человека, от друга, от своего, например, научного руководителя. Вы безошибочно считываете, какие слова надо сказать, как себя при этом представить, чтобы присосаться к глубинам внутреннего содержания человека. Я не против вас, но моя ответственность, моя миссия, мое служение максимально обезопасит людей от того, что делаете вы, сами того до конца, возможно, не осознавая. Это ваш стиль жизни. Я предполагаю, просто ну как хищники. Я не в претензии. Моя задача защитить людей и защитить их сердца. И защитить веру в любовь и в то, что эмпатия работает. Вот. И в то, что честные отношения возможно, потому что иногда после вашего укуса очень трудно решиться кому-то поверить еще. Это очень жестокие и бесчеловечные последствия. Вот. И мы с Тагиром, как уже привитые, желаем вам добра, любви. Рекомендую Тагира как нарциссолога. Если у вас какой-то случай и у меня в ближайшем, ну как бы, время нет возможности записать консультацию, вот тестер у него безошибочный. Видите? Тонкое чутье. В этом смысле мы имеем преимущество. Кто был хотя бы раз укушен, уже распознает и самое главное, научается доверять своему чувству. ритуиту. Да. Максимум, вот я понял, что максимум, что я могу сделать, что мы можем сделать, это быть с тем, кто перенес это обесценивание, быть вовремя. То есть, вот когда момент такой, когда вот это нужно, когда это реально, человек остается один на один с этим. И вот здесь вот как раз таки... и может оставаясь один на один впасть в эту нарциссическую изоляцию, захлопнуться, закрыться и поверить, что меня никто не поймет. Также отказаться от себя, как будто бы, знаешь, там же послание какое, то, что откажи, от себя отказаться. Один человек от себя отказался и как будто бы он говорит, откажись тоже от себя. Вот это глубинное послание, откажись от себя, не отказывайтесь от себя. Да, и ищите хороших, добрых людей и не стыдитесь рассказывать о том, что произошло с вами, потому что ваши люди поймут. Знаете, в этом плане мне хочется сказать в завершении о такой штуке, как неконструктивная помощь. Вы переживаете нарциссическое обесценивание и просто драму расставать. Вы переживаете какую-то боль невзаимности. Вы еще не понимаете, что произошло. И приходит в вашу жизнь друг или подруга, которая говорит. Задумайся, как ты такого человека в свою жизнь притянул. Может, все-таки дело в тебе? Понимаете? То есть, там, где нужно перебинтовать, просто побыть, просто поговорить, дать возможность выговориться и отрезонировать здоровой эмпатией, вы занимаетесь психотерапией без запроса, усиливая переживания и рану. И это касается не только отношений с нарциссами, это вообще... у меня есть хорошая знакомая, Таня Орлова, которая работала в центре, где... ну, такой шелтер, приют, где женщины, испытавшие моральное, физическое насилие, могли приехать. Она жила в Москве, сейчас уехала из страны. Так вот, она... Я у нее брал интервью по поводу вот это, жертв насилия, все дела. И она говорит, самую большую рану, которую вы можете причинить, женщине, которая только что пережила насилие. И психологи иногда это делают. Давай с тобой поразбираем, где те зацепки, которыми ты сама притянула этого насильника в свою жизнь. Вот. И говорит, вот после такой раны очень трудно верить. После такого предложения верить и в психологов, и доверяться кому-то, и верить вообще, что помощь возможна. Поэтому настоящий друг и человек со здоровой эмпатией не будет психологизировать вашу боль, а будет, даст вам возможность через искреннюю дружескую исповедь выплевать этот яд, этот стыд, который был загрушен в нашем контексте нарцем. Для того, чтобы вы поправились, чтобы вы выздоровели, чтобы вы, ну, чтобы нормально вернулась в вашу жизнь. Да. Добавлю еще по этому поводу. Знаешь, как будто бы образ такой, как, ну, гной из раны не вышел, да, его уже перебинтовывают. Вот уже, ну, вот зачем, да, когда вот это как будто бы забетонировать вот этот гной, который внутри, типа, будь с ним, живи с ним, не надо с ним жить, надо, чтобы он вышел. Пожалуйста, не делайте этого. Или анализировать гной, и как он возник, вместо того, вместо того, чтобы перекись водорода, там, чего-то такое, то есть, дезинфекцию провести, мы начинаем делать анализ гноя. Когда мы, не исцелив рану, делаем анализ, находящегося в ней гноя, это не приближает нас к исцелению. К исцелению приближает, когда кто-то человеческим, дружеским, добрым участием побудет с нам, с нами в том, что мы переживаем, в том, что нам больно, страшно и стыдно за то, что мы в такие ситуации вляпаны. Поэтому с бесстыдством, с верой в любовь, с верой в людей, как только, если вы попали в состояние нарциссического обесценивания, ищите помощи, не замыкаетесь, не обесценивайте себя, вы попали, чаще всего, потому что вы не знали какое-то коварное расстройство личности. Вы не знали, теперь вы это знаете. Выходим, признаки есть, и просто внимательнее относимся к людям, чуть-чуть вглядываемся, прежде чем доверяться и влюбляться. И самое главное, лечим свою нездоровую эмпатию. Установка на полной открытости добро не работает. Иногда можно схлопотать. Смотрите меру открытости, совершайте сближение не слишком быстро с другим человеком. Вот. И всегда важно, чтобы у вас был круг доверенных людей, доверенных лиц, чтобы, если вы вляпаетесь в какое-то вот такое, чтобы было, кому вас восстановить, собрать и поддержать. Я тебе могу сказать, этот человек непременно увидит это видео, но не позвонит и не выйдет на связь. Так уж они устроены. Как только они были, как только их обнаруживаешь и идентифицируешь, и это происходит в пространстве не одного человека, а нескольких человек, они больше там не появляются. И их рассекретили. Просто поняли, что ты нарц, и с тобой сближаться опасно. Они не появляются, ни педагоги, в таких пространствах. Поэтому рассекречиваем, находим, анализируем. Я не за то, чтобы непременно в эту тему покрываться глубоко. Достаточно хотя бы знать критерии и понимать, что если вы вляпаетесь, это выходить не так уж просто, ну, возможно. Вот мы живые, сидим перед вами. Я трижды укушенный. Тагир только один раз укушенный. Но когда я рассказывал про свою укушенность Тагиру полгодика назад, он смотрел на меня, эмпатировался, чувствовал, но ему нечем было понять. Знаешь, что еще вот, я сейчас понимаю, что вот этот вот укус, на самом деле он мне дал силы посмотреть на другие свои непроработанные отношения. и теперь есть сила заглянуть еще глубже на туда, откуда, возможно, мои базовые какие-то такие вот неуверенности идут. То есть это, это, я не буду говорить благодарности, я ничего не буду говорить на нарциссу, потому что это спасибо, типа, но... Спасибо жизни. Спасибо жизни. Спасибо жизни, да. То есть это... Укус дает посмотреть глубже в себя. На свои еще какие-то отношения. Были ли они? Были ли это отношениями? Есть ли они? Да, такая сильная боль и травма дает возможность вглянуть на прошлое взаимодействие. Ну что, мы завершаем. Пока-пока. До новых встреч. Пока.